Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Александр Петрик, я сотрудник компании CyberBionic Systematics. И мы с вами продолжаем цикл лекций по языку HTML. Сегодня мы рассмотрим такие важные темы, как работа с таблицами и списками. Давайте перейдем сразу же на вторую страницу нашей презентации и поговорим немножко, зачем же нам нужны таблицы. И начнем знакомиться с тем, как же их можно создать. Следует сказать, что таблицы часто используются для визуализации различных табличных данных, а также применяются для верстки определенных страниц. Иногда весь каркас таблицы строится с помощью одной или нескольких таблиц, но, конечно же, в последнее время эта техника применяется уже очень редко. Тем не менее, мы с вами рассмотрим такой тег, как table, и посмотрим, как с ним можно работать, как можно создавать таблицы. Обратите внимание вот на этот код. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть тег table, далее border, это что? Это его атрибут, и смотрите, равен единице. Мы немножко позже поговорим вот об этом атрибуте и посмотрим, как он работает. Сейчас же скажем, что для того, чтобы начать строить таблицу, вам надо использовать тег table, написать его. Видите, он открывающий и закрывающий тег. И далее в теле этого тега указать следующий тег, тег tr. Table route. То есть нарисовать одну строку таблицы. Далее table data. Что это такое? Это одна ячейка в этой вот строке. Наверное, лучше всего будет, если мы перейдем сейчас с вами в Visual Studio и посмотрим этот пример в браузере. Давайте запустим его и посмотрим. Обратите внимание, вот у нас одна вот такая строка. И вот у нас одна ячейка. Строка, она в принципе большая, но у нас ее не видно, потому что она автоматически, вот видите, сузилась до границ вот этой ячейки. Ячейка вот она внутри. Если мы здесь используем еще одну ячейку, то у нас вот эта строка вот так вот расширится автоматически. Давайте вернемся в презентацию. Будем знакомиться дальше. Вот понятие строки и ячейки. Вот я вкратце уже об этом говорил. Давайте подробнее. На нашей презентации у нас есть вот здесь рисунок, который показывает нам, как же формируются таблицы. Смотрите, мы пишем tr, table road. Вот он у нас, какой-то вот такой вот table road. И далее в нем, видите, три ячейки td. Вот у нас td100 задано, td200 и td300. Как это работает в реальном примере? Давайте посмотрим. Переходим ко второму примеру и посмотрим, как можно создавать таблицы. Посмотрим больше примеров. Обратите внимание на 14-ю строку. Здесь мы создаем с помощью тега table таблицу. Сколько у нее будет строк? Видите, будет одна строка, потому что у нас один тег tr. Сколько будет ячеек? Давайте посмотрим. Одна, две, три. Три ячейки. Давайте запустим этот пример и посмотрим, так ли это. Да, действительно, вот у нас одна строка и три ячейки. Давайте будем смотреть еще примеры. Вот у нас создается еще таблица. Видите? Сколько у нее будет строк? Один тег tr, второй тег tr. Значит, будет две строки и сколько ячеек. Одна, две, три ячейки в первой строке и аналогично три ячейки во второй строке. Так ли это? Да, смотрите, это так. Вот у нас таблица. Две строки и по три ячейки в каждой. Давайте возвратимся теперь в презентацию и посмотрим еще на такой тег, как тег th. Зачем он нужен? th описывает специальный вид заглавных ячеек. Текст внутри таких ячеек считается более важным, чем текст, заключенный в тег td и приобретает особое свойство. Текст, во-первых, центрируется и получает полужирное начертание. Смотрим, как это работает. Вот у нас тег table, далее тег tr, создаем одну строку и сколько ячеек? Одна, две, три. Видите, вместо td мы используем тег th и получаем три ячейки. Давайте посмотрим это в коде. Вот у нас создается некие две таблицы. Давайте сразу же запустим этот пример. Смотрим, у нас здесь имя, телефон и вот такой вот телефон выделены жирным шрифтом. И как видно, вот из этой вот ячейки он располагается по ее центру. Это текст. Давайте смотреть обратно в код и будем разбираться, как это было сделано. Значит, на тринадцатой строке создаем тег table, создаем таблицу. Вот первая строка, вторая строка. Значит, в первой строке мы ячейки создаем с помощью тега th, видите? Поэтому у нас они получили вот такое жирное начертание. А во второй строке мы создаем их обычными тегами td. Поэтому у нас там шрифт обычный. Далее, на двадцать седьмой строке мы опять-таки создаем таблицу на раз, два, три, три строки. И сколько ячеек там? Смотрите, по две ячейки в каждой строке. Но обратите внимание, каждая первая ячейка в строке, она помечена тегом th. Вот смотрите, здесь и вот здесь. Какой эффект это имеет в браузере? А эффект такой, что у нас получается первый столбец в нашей таблице выделен вот таким полужирным начертанием. И видите, вот расположен по центру ячейки. Ну что же, давайте теперь смотреть дальше, что у нас есть в нашей презентации. Далее нам предлагается рассмотреть использование тега caption. Что это за тег? Это специальный тег, который задает название таблицы, которая размещается вверху над таблицей и выравнивается по центру. Вы такие названия встречали. Очень удобно, когда надо вкратце описать, что за таблица и для чего. Сам тег следует размещать сразу после открывающегося тега table. Давайте будем смотреть это на примерах. Вот у нас, видите, на 13-й строке после тега table я указал тег caption, написал контактные данные. Давайте запустим этот пример и посмотрим. Значит, вот у нас контактные данные, какая-то таблица. И смотрите, аналогично здесь я тоже задал контактные данные для нашей второй таблицы. Обе эти таблицы мы смотрели в предыдущем примере. Как их создавать? Я их комментировал, поэтому здесь останавливаться не будем. Переходим в нашу презентацию. Я думаю, с тегом caption понятно. Очень простой тег. Просто задает название таблицы. Очень важный момент в нашей теме – это создание пустых ячеек. Как это делать правильно? Правильно это делается с помощью специального кода NBSP. Если вы хотите создать пустую ячейку, то в ее поле, в поле текста, надо указать вот такой код. Вот вы можете увидеть, что происходит, если этого не сделать. Видите, как будто бы ячейка просто вырезана. И выглядит, конечно, вот эта таблица не настолько хорошо, как вот эта вот с заполненным пробелом. То есть вот здесь вот использован тег NBSP. Давайте откроем примеры и посмотрим, как это работает. Вот у меня нет, видите, вот здесь вот, нет этого кода NBSP. И давайте запустим пример. Сразу посмотрим, что получилось. Обратите внимание, я запустил этот пример в браузере Google Chrome. И у меня получилось, что очень даже неплохое отображение ячейки. Хорошо. Давайте вернемся в презентацию и попробуем сменить браузер. Видите, вот на этом месте. Вот у меня здесь просто пустое место, ничего нет. Давайте выберем Firefox и запустим. Вот у меня мой браузер. Видите, получилось вот так вот. Такой вот результат. Он, конечно же, нас не устраивает. Поэтому мы возвращаемся в наш код. И что делаем? Берем просто, вставляем этот вот NBSP код сюда. Он у нас сразу подсвечен красным. Запускаем. Как вы видите, теперь у нас все отобразилось правильно. И с этого можно сделать вывод. Чтобы не гадать, какой же браузер установлен у вашего пользователя, советую всем ставить вот такой вот символ NBSP. No breaking space. Для того, чтобы корректно отображать вот такие пустые ячейки. Давайте с вами возвратимся обратно в Visual Studio и посмотрим на следующие примеры. Давайте рассмотрим пятый пример и поговорим о таком атрибуте, как border. Мы с вами его часто встречали, но еще не говорили. Обратите внимание на двенадцатую строку. Здесь в теге table мы задаем атрибут border. Далее у нас какая-то таблица реализуется. Также в двадцать пятой строке мы задаем этот же атрибут border, но уже с другим значением, равным восьми. И на тридцать седьмой строке мы также используем атрибут border, но присваиваем ему уже значение 15. Давайте запустим наш пример и посмотрим, какой же результат. Вот посмотрите, что же делает тег border. Border задает вот эти вот границы. Границы нашей таблицы. Если посмотреть на примеры, вот на второй и третий, то очень хорошо видно, что же такое border и что он делает. Также следует сказать, что этот атрибут, он сейчас мало используется, потому что качество, вот скажем так, его работы не очень удовлетворяет веб-дизайнеров. Видите, с помощью него нельзя задавать какие-то красивые атрибуты. Это можно делать с помощью стилей, и мы об этом будем говорить уже в дальнейшем нашем курсе. Давайте посмотрим еще один пример. Посмотрим, что будет, если мы нашей таблице не укажем никаких вот таких границ, не укажем атрибут border. Обратите внимание, на одиннадцатой строке мы просто написали table, и все, никаких атрибутов. Давайте запустим пример. Смотрим. У нас не прорисовалось вообще ничего, никакой таблицы. Так очень удобно делать, если вы делаете какую-то разметку своей страницы, разбиваете ее на какие-то логические блоки, и вот вам бы было удобно не видеть вот этих вот линий таблицы. Для этого всего лишь нужно не указывать атрибут border. А теперь давайте возвратимся к нашей презентации и поговорим о атрибутах тега table. Какие у него они есть? Мы уже с вами только что рассматривали атрибут border. Это рамка таблицы. Далее. Есть еще такой атрибут, как cell padding. Отступы внутри ячеек. Cell spacing. Отступы внутри таблицы, между ячейками и до границ таблицы. Это все мы посмотрим на примерах сейчас. Далее. BG color. Цвет фона таблицы. Мы встречались с этим атрибутом в предыдущем нашем уроке, когда что мы там с ним делали? Мы с помощью него задавали фон всей нашей HTML страницы. Далее. Background. Это атрибут, который задает изображение, которое может быть использовано в качестве фона таблицы. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих атрибутов. Первый атрибут, на котором мы остановимся, атрибут cell spacing. Атрибут таблицы, которая задает отступы между ячейками таблицы и отступы от границ ячеек до границ самой таблицы. Если представить, что вот это вот наша ячейка, то вот эти вот, видите, стрелочками показаны вот эти вот границы, которые здесь указаны, это и есть работа нашего cell spacing. Давайте откроем Visual Studio и посмотрим это все в коде. Вот мы видим где-то здесь у нас и здесь встречается такой атрибут. Давайте запустим пример и познакомимся. Обратите внимание, вот у нас написано cell spacing равно нулю. Видите, здесь у нас вот такая вот таблица. Здесь просто рамка и больше ничего. Никаких расстояний здесь не видно. А посмотрите теперь, когда cell spacing равно 10, вот у нас вот это вот расстояние и вот это, а также это и вот это, они равны и сколько они равны? Они равны 10 пикселям. Давайте откроем код и посмотрим, как это реализовано. Обратите внимание, вот у нас на 12 строке указан tag table. Мы ему задаем атрибут border, то есть граница, ширина этой границы и cell spacing, расстояние. Расстояние равное нулю. Открываем наш браузер и смотрим. Действительно, расстояние вот эти вот, видите, вот эти расстояния к соседним ячейкам, они сведены к нулю и здесь помещается только линия самой границы, самого бордера. Далее, смотрим в код. Следующая таблица, это таблица, где уже указан cell spacing равен 10. Видите, здесь, как оно делается в теге table, просто прописывается атрибут cell spacing. И далее, уже знакомый нам алгоритм действий, просто объявляется вот таким образом таблица. Давайте возвратимся и еще раз в этом убедимся. Вот у нас cell spacing равно 10, значит вот эти вот расстояния равны 10 пикселям.